Водители уже под прицелом, когда в Барнауле заработают камеры, которые будут фиксировать выезд на полосы для общественного транспорта. В Первомайском районе начали гибнуть животные. Жители считают, что во всем виноваты отравленные пастбища. Барнаульцы рассказали, в какой части города они хотели бы видеть главную новогоднюю ель. Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Сочи. А также добавил, что еще обсудит, нужно ли объявлять об этом в формате указа. Я с юристами, кстати, поговорю, даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена. Министерство обороны первоначально гораздо меньшую цифру называло. Но потом, в конце концов, пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч. Ранее о набранных 300 тысячах резервистов президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, из всего количества призванных почти полторы тысячи человек – это представители органов исполнительной власти разных уровней, больше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч добровольцев. Министр обороны отметил, что средний возраст мобилизованных – 35 лет. Вручать новые повестки пока не будут. Военкоматы возвращаются к привычному режиму работы. Сегодня же о завершении частичной мобилизации губернатору Виктору Томенко доложил военком Алтайского края Марат Усманов. В правительстве сообщают, что в дальнейшем комплектовать вооруженные силы будут за счет добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту. А тем временем в Госдуму собираются внести законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации. Об этом сообщают известия, ссылаясь на источники в Госдуме. По информации издания, за отказ от мобилизации предлагается штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Наказанием могут стать принудительные работы до 5 лет. Ну а самый суровый метод, предложенный парламентариями – лишение свободы на срок до 5 лет. Отметим, сейчас в России предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от срочной службы. Так что, видимо, в Госдуме намерены устранять пробелы в законодательстве, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации. И к другим темам. Камеры видеофиксации нарушений на выделенных полосах в Барнауле заработают совсем скоро. Об этом нам сообщили в ГИБДД «Края». На данный момент их продолжают тестировать. Почему процесс подготовки к полноценной работе столь длительный и когда водителям уже начнут приходить штрафы за проезд по выделенке, расскажем в сюжете. На экране мы с вами видим фотоматериалы, которые поступают с комплекса, установленного на проспекте Калинина. Идет фотография нарушений, которые по транспортному средству двигаются по улице Аносова. Это центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Здесь с лета следят за тем, что происходит на выделенных полосах. Правда, пока комплексы видеофиксации, их восемь, все еще работают в тестовом режиме. Продолжаются пусконаладочные работы. Должно было быть установлено дополнительное освещение, потому что на этих участках мы должны четко понимать, что это за транспортное средство марка модель. Буквально сегодня, завтра подрядчик доделывает эти работы. Все остальные работы, касающиеся нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаков выполнены, дорожная разметка дополнительная нанесена. На данный момент камеры фиксируют порядка тысячи нарушений в сутки. В основном в часы пик, утром и вечером и на самых оживленных участках проспекте Калинина и строителей. По опыту можно сказать, что при вынесении постановлений уже спустя месяц количество нарушений резко сокращается. Ну вот, например, была тысяча и спустя месяц сколько? Ну, грубо говоря, ну 300, может быть, 400. Тестирование комплексов видеофиксации подходит к завершению. И, как нам рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю, уже после 7 ноября тестовый режим сойдет на нет. И водители в случае нарушений начнут получать письма. Напомним, что штраф за движение по выделенной полосе составляет полторы тысячи рублей. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Домашние животные стали гибнуть в одном из сел Первомайского района. Причина, как говорят их хозяева, отравленное пастбище недалеко от поселка. Как полагают люди, из-за неправильного ведения хозяйства одного из предпринимателей сейчас своих кос и коров люди не выпускают пастись, потому что попросту жаль скот. Животные либо погибают, либо получают серьезные травмы. Анна Рашагирова продолжит тему. Нет, не пойдем гулять, все вы арестованы. У нас сосед поселился, который создает нам большую проблему. Козы в загоне для их же блага, уверяет хозяйка. Уже шестерых своих кормилиц жительница поселка Покровка Антонина Гордиенко не спасла. Однажды отпустила коз на пастбище и нашла их буквально через дорогу на территории небольшого предприятия, но уже мертвыми. Местные жители уверены, животные там травятся вредными отходами. Масла и жмых. То, что остается от производства, владелец перерабатывающего комплекса, уверяют сельчане, оставляет разлагаться. Территория его участка не огорожена, поэтому все желающие и животные тоже свободно попадают на территорию, где гниют производственные отходы. Производственные цеха владелец предприятия не огородил. Да и не спешит, судя по информации сельсовета, хотя об отравившихся животных знает. В открытом доступе еще и бочка с неизвестным содержимым. Здесь погибла уже не одна птица. Но работники такого предприятия заволновались только когда увидели камеру. Вы огородите территорию, выходите, скажите своему хозяину, чтобы он минизированно огородил территорию вот эту, чтобы не заходили ни наши животные, ни наши животные, ни дикие животные. Дикие, ладно, дикие, хрен с ним зашли. Почему ваши козлы домашние здесь шарятся? А чем мои животные отличаются от диких? Они также на инстинкт прибегут. На какие инстинкт? Ваши животные-то ваши животные, вы за них отвечаете. Бьет тревогу не только хозяйка коз. Владельцы коров тоже переживают. Ведь помимо отходов на территории есть еще и ямы. Провалиться туда несложно. А вот вытащить животное практически нереально. На данный момент они стоят дома. Ну теперь еще один момент такой же. Мы тоже живем здесь от этого недалеко. И как бы в случае, что животное может просто выйти, выбежать, разломать загон. Если нас на какой-то дом не будет, неизвестно куда оно побежит. Владелец цехов рассказывает сельчане отходы сбрасывает и на свою территорию, и на соседний земельный участок. Ну мне Антонина Николаевна позвонила, что там отработку свою высыпал. Там вот это все киснет, естественно. По идее, кто нагадил, тот и должен убрать. Жители решили объединиться против халатного отношения и к природе, и к животным, и обратились в полицию и к местным властям. Я обращусь к главе, и мы будем решать вопрос. У нас нет выпасов, совершенно нет выпасов для скота. И как бы нам обещали, что это все будет благоустроено, все это зароется, все это загладится, все это будет нормально. А здесь мы не видим ничего. Поэтому пока животным только и остается, что сидеть за оградой. Только вот молока в таких условиях от них не дождаться, говорит хозяйка. Пускать на мясо любимых коз не хотелось бы. Ну все, мы под арестом. До свидания. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком. Откажитесь от соли, но не навсегда. На этой неделе медики всей страны призывают обратить внимание на то, что вы едите, и сколько в этих продуктах соли. Как страдает здоровье от соли, и где она прячется в огромных количествах, узнавал мой коллега Дмитрий Дроздов. Я держу в руках смерть. И да, и нет. Это соль, и эффект от нее зависит от дозировки. За сутки ребенок должен есть всего пару граммов соли. Норма взрослого – 5. Это примерно полторы щепотки. Когда мы солим еду, отмерить эти щепотки просто. Но кажется, что мы не все учитываем. А вы сюда с чем попали? Как? Сердечную недостаточность. Александр Кабаев. В больнице несколько дней. Капельницы и отдых. Через несколько дней мужчину уже выпишут. Вот только гарантии, что он сюда не вернется – нет. Врачи установили – мужчина плохо питается, фастфуды переобладают. А это избыток сахара и соли. Как будете кушать? Как попало. Но будем стараться, чтобы придерживаться диеты. Ну, конечно, так не получится. Я треногойщик. Соль – основной для организма продукт. Она содержит важные для человека элементы. Поддерживает водно-минеральный баланс и помогает работе мышц. Но переесть соль не так уж и сложно. Любимая многими Кура Гриль превышает суточную норму соли человека вдвое. Копченый сыр и мясные деликатесы в этом плане тоже весьма подозрительны. Сначала человек ест еду, а элементы которой вредят человеку. На сегодняшний день абсолютно доказано отрицательное действие избытка количества потребляемой соли, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, что приводит к ухудшению состояния пациентов, которое выражается в частности в усилении одышки, либо появлении одышки, появлении отеков, отечного синдрома. Ну и всех дальнейших осложнений, которые с этим связаны. А в перспективе это повышает артериальное давление и риск развития инфаркта, инсульта и сосудистой деменции. Поэтому раз в год российские медики объявляют неделю отказа от соли, чтобы напомнить жителям о внимательном отношении к еде. Так в Барнаульской больнице номер 8 пациентов переводят на другое меню. 99% лечения тоже имеет питание. Поэтому мы рекомендуем супа, мы тут готовим вегетарианские крупины, свекольники, овощи. Каши и котлеты с картошкой тоже Минздравом одобрены. Впрочем, врачи добавляют, не переусердствуйте с отказом, иначе это скажется на состоянии минералов и мышц. Просто используйте возможности соли с умом. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В самом центре Барнаула у площади Победы продолжается строительство нового жилого комплекса «Локомотив». По мнению застройщика, такой ЖК подойдет для жизни тем, кто ценит свое время. Ведь вокруг дома сосредоточены все важные объекты – школы, университеты, больницы, торговые и развлекательные точки. О том, как возводят комфортное жилье в Барнауле, расскажем в сюжете. Все в шаговой доступности. Мечта любого городского жителя, который ценит свое время. Встроящийся ЖК «Локомотив» – удачный тому пример. Его возводит застройщик Шода в самом центре Барнаула, в его исторической и культурной части. Буквально в шаговой доступности все основные объекты инфраструктуры. Это, конечно, и государственные учебные, образовательные учреждения, знаменитые школы, гимназии, дошкольные образовательные учреждения. Архитектуру и дизайн дома тоже продумали до мелочей. Монолитный каркас, фасад из керамического кирпича, квартиры свободной планировки с высокими потолками до трех метров и большими панорамными окнами. И, конечно же, подземная парковка. Комплекс состоит из 14 подъездов разной этажности – от 7 до 21. Такая переменная высота удачно встраивается в общий вид города. Непростой задачей, конечно, для строительной компании была организация пространства, то есть сохранить историческую ценность этой территории, ну и, конечно же, памятник архитектуры. От бывшего стадиона «Локомотив», который раньше находился на месте здания, но никак не функционировал, оставили не только название, но и сохранили часть его трибуны. Еще одна достопримечательность дома – большой закрытый двор с зеленой парковой зоной, детскими и спортивными площадками. Такое пространство станет центром активного и безопасного досуга для жителей. Это люди, которые ценят свое время, а время на сегодняшний день – это самый невосполнимый ресурс, и, понятно, его лучше проводить с друзьями, близкими, со своей семьей здесь, в большом жилом комплексе. Кстати, увидеть окна будущей квартиры можно из мобильного офиса продаж, который расположен вблизи ЖК. Здесь же дадут консультацию, расскажут про актуальные предложения и даже проведут экскурсию по строительной площадке. К слову, дом возводят с опережением графика. Часть собственников квартир получат ключи уже в первой половине 2023 года. Главное место празднования Нового года для барнаульцев – площадь Сахарова – в этом году перекрывать не будут. Такое решение приняли городские власти из-за сложной дорожной обстановки в городе в связи с перекрытием моста на новом рынке. Оргкомитет по подготовке к новогодним и рождественским праздникам сейчас прорабатывает все возможные варианты площадок, где можно будет разместить главную новогоднюю ель. Ну а наша съемочная группа решила спросить у самих горожан, где бы они хотели в этом году увидеть новогоднюю красавицу. Есть у вас какой-то вариант свой, где бы вы хотели видеть главную новогоднюю ель? Честно, не знаю. А может быть парк какой-то? Не знаю. Парк. Можно Максима Горького. На Старом Базаре. Почему? Ну, наверное, потому что я здесь ближе. Мне поближе сюда ходить. Ну и там просто интересно, красиво. Все так оформлено. Сахарова – это самый лучший вариант вообще. А если где-то рядом там? Рядом не знаю даже. Я в основном там. Сахарова полюбилась и мы там в основном находимся. И привыкли уже там интересные. На Молотобольске хорошую елку. Мы туда практически не ездим. В этом году впервые за долгое время не будет новогоднего городка, не будет новогодних гуляний на площади Сахарова. Да не время сейчас, мои дорогие. Такая бойня идет. Какие городки, какое празднование. Ни о каком праздновании вообще речи не должно бы идти. Деопарк там. Самое лучшее место. Дель лесная сказка получается. Это было бы очень хорошее место для празднования. Да, да. Там все. Не надо никаких дороги не переграждать. Вот это самое лучшее. Лучше Сахарова нет, честно. Народные гуляния лучше вообще отменить. И все средства, которые будут, ну, предполагается, заложить на эти народные гуляния, их лучше пустить на помощь мобилизованным нашим. Наряжаются, прихорашиваются и дефилируют. И, как ни странно, делают это не девушки-супермодели, а харизматичные породистые собаки, которые покоряют барнаульский подиум вместе со своими хозяйками. Кстати, владелицы собак не просто одевают своих питомцев в красивые наряды, но и отшивают практически все костюмы своими руками. Подробнее о модельерах в сюжете Валентины Аскеровой. Первое платье наше. Мы из него уже выросли. Яркие платья, модные шляпки на подиуме. Питомцы Дарьи Тайга и Бьюга красуются с четырех месяцев. Девушка сама дрессирует своих подопечных и сама же их наряжает, шьет роскошные костюмы к каждому выступлению. Одетые собаки у людей не вызывают страха. Мы ходим на боготворительные вечера, и к нам очень много подходит ребятишек, которые в обычной жизни боятся собак. Но когда они видят таких красивых одетых собачек в пышные одеяния, с шапочками, это очень мило. И дети перестают бояться, и к нам подходят, даже взрослые. Не могут удержаться и подходят нас потрогать. И смогли удержаться и мы. Уж слишком контактны у Дарьи питомцы. Кстати, у красавиц уже армия фанатов. У нас есть поклонники, которые нас встречают, подписаны у нас на страницах. И только нас хотят трогать. А вы прям даете за них вы? Мокрым носом. Зайки. Наза зайки. Молодцы. За прекрасно выполненную команду поощрение, лакомство, сушеное мясо. Мама с дочкой Эльзой Роза, так же, как и лайки в Юго-Стайгой, звезды подиума. Десять лет назад Виктория влюбилась в собак, особенно в породу Стаффорд. И вот уже много лет воспитывает и наряжает своих любимец. У вас тут характер выбирает образ? Да нет. Просто, что помилее смотрится на нашей породе, то и выбираю. Как вы с ними? Вы как-то уже знаете, справляетесь? Просто надо гулять. Это собака не для ленивого. То есть собака для более активной семьи. На диване они тоже будут лежать, но не всегда. Активностью и любеобильностью собаки-модели и подкупают. Не так давно Стаффорд и лайки выступали у детишек на празднике Хэллоуин. Малыши от красавиц не отходили ни на шаг. А те и рады, ведь внимание они любят. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...